Аномальная жара на Брещене достигла своего экватора. Такой вердикт синоптиков Брест облгидромета. Уже в ближайшие дни столбик термометра опустится на пару градусов. Новость радующая тех, кто плохо переносит летнюю духоту. Однако не стоит надеяться, что жара спадет мгновенно. 30 градусов тепла, а вместе с ним и оранжевый уровень опасности, будут господствовать на территории Брещены, по крайней мере, до конца этой недели. Повышенный температурный режим сохранится до 8 августа, когда на большей части области воздух прогреется до 30-32 градусов. В этот период по области ожидаются коротковременные дожди, возможны грозы. Поля исчезной и отсутствие дождей спровоцировали в начале августа три лесных и 22 торфяных пожара. В связи с этим в ряде регионов Брещены введен временный запрет на посещение лесных массивов. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса, которая продлится до конца этой недели, внесла свои коррективы в работу службы МЧС. Уже несколько дней по распоряжению областного исполнительного комитета спасатели работают в усиленном режиме. Профилактические беседы с населением и мониторинг ситуации дают свои положительные результаты. Однако находятся и те, кто безалаберно относится к правилам пожарной безопасности. Только за воскресенье, за выявленные нарушения правил пожарной безопасности, в частности разведения костров в неположенных местах, было оштрафовано более 20 граждан на территории области. На сегодняшний день запрещено посещение лесов на территории 14 районов области. Брестское областное управление МЧС напоминает жителям области о том, что в этот период запрещено выжигание сухой растительности, разведение костров, будьте предельно осторожны с огнем. Сегодня на улицах города редко можно встретить бодро шагающих брещан. Сил хватает только на то, чтобы дойти до ближайшего ларька с водой или бочки с квасом, который, к слову, жажду не утоляет. По словам медиков, самое опасное время с 12 до 16 дня, когда солнце находится в зените. Поэтому выходить на улицу в эти часы не рекомендуется. Чтобы не стать жертвой коварного августовского солнца, необходимо придерживаться простых, но эффективных правил. Прохладный душ, прохладное питье, сон в относительно прохладных, если это можно себе летом такое устроить, условиях. И как бы утром себя человек чувствует нормально. Носить летом тонкую, желательно светлую, хлопчатую бумажную ткань, которая не пропускает ультрафиолетовые лучи и позволяет телу дышать. А при этом нужно носить головные уборы и, кстати, солнечные зачки, которые защищают сетчатку глаз от воздействия ультрафиолетовых лучей. Особенно эти правила касаются детей и пожилых людей. Эта категория наиболее чувствительна к капризам погоды, которой, увы, на Брещене не редкость. Поэтому, чтобы не мрачить последний летний месяц проблемами со здоровьем, стоит запаситься со защитными очками, водой и терпением. Продолжение следует...